Итак, что получится, если смешать кроссовер, городской хэтчбэк, малолитражку и все это вот, знаете, впадать под соусом компании Ford? Получится, собственно, вот, Ford Fusion. Fusion на самом деле так и называется, в общем-то, то есть Fusion переводится сплав, то есть это сплав нескольких классов автомобилей. То есть что хотели сделать? Хотели сделать универсальный такой автомобильчик для города, который бы подошел и тем людям, которые там активно отдыхают, которые куда-то выезжают на природу, потому что здесь дорожный просвет 185 миллиметров. Ну ничего себе. Так вот, этот автомобиль продавался у нас в России и довольно успешно. Фишка в том, что когда-то, когда-то я работал в автосалоне Ford и я продавал такие автомобили. Но тогда, волею судеб, я не мог говорить, скажем так, о недостатках этого автомобиля. И, собственно, о недостатках, о достоинствах и вообще в целом о модели Ford Fusion мы сегодня как раз с вами и поговорим. Итак, Ford Fusion появился из ниоткуда. Не было никаких предыдущих моделей, не было никакой исторической ценности. Эта модель от и до продукт маркетологов, но в этот раз это скорее плюс, чем минус. Судите сами. На платформе проверенной Fiesta создали уникальный автомобиль, который обладал дорожным просветом кроссовера, вместительностью гольф-класса, но при этом маневренностью и компактностью городских малолитражек. Идеальный сплав. Ведь именно так переводится слово Fusion. В 2005 году Fusion подвергся рестайлингу. Ему облагородили внешность и особенно сильно салон, который перестал выглядеть, как будто нарисованный под линейку. В Европе Fusion был представлен как с бензиновыми, так и с дизельными силовыми агрегатами. Однако в России официально продавались только варианты с бензиновыми движками 1.4 и 1.6. А еще в 2008 году на российском рынке Fusion по продажам почти догнал популярнейший в то время Ford Focus. Если говорить про цены сейчас на Fusion, сейчас 2019 год, конец 2019 года. И Ford Fusion можно купить по цене от 100 тысяч рублей до, ну самые наглые, самые такие вот жадные, видимо, люди продают их там за 450 тысяч рублей. На самом деле средняя такая вот цена на, в принципе, любые комплектации, их там было несколько, я сейчас расскажу. Где-то там от 200 до 300 тысяч рублей можно купить вполне себе живой автомобиль. Вот именно такой, как сегодня у нас как раз на обзоре. Мы не будем сегодня говорить про версии, которые официально на российский рынок не поставлялись. Мы будем говорить про версии, которые можно было купить в автосалоне, которых, ну, великое множество у нас расплодилось. Их очень много ездит по России. Так вот, ребят, смотрите, но какие вообще изначально были преимущества у этого автомобиля? Во-первых, немецкая сборка. То есть Fusion вместе с Fiesta собирались на заводе в Кёльне, в Германии. И вот это, знаете, очень сильно подкупало людей, которые приходили между двух вариантов. Это Focus российской сборки и Fusion немецкой сборки. Ну, особенно, если кто рассмотрел Focus такой побюджетный. Второй Focus, то есть какой-то вот, знаете, такой базовый вариант, очень много людей склонялись к Fusion именно потому, что была немецкая сборка. При поиске Fusion начните с кузова. Эти малыши с завода шли с очень хорошей обработкой. Двусторонняя оцинковка гарантированно избавляла владельцев от проблем с коррозией. Хотя и проблемные места все же есть. Обращайте внимание на состояние днища и кромок дверей. Если вы нашли на Fusion ржавчину, то это или очень старый и уезженный экземпляр, или же просто имел место некачественный кузовной ремонт. От таких вариантов лучше держаться подальше. Бамперы у Fusion страдают больше обычного, ведь некоторые владельцы всерьез думают, что обладают хоть и маленьким, но все же кроссовером. Так что не поленитесь и обратите внимание на состояние пластика переднего бампера. Это будет говорить о стиле вождения предыдущего владельца. На состояние салона также обращайте внимание. Увы, материалы здесь сплошь и рядом бюджетные, да и эксплуатируют такие машинки, как правило, по полной программе. Так что если увидите засаленные сиденья или поцарапанный пластик дверной обшивки, то не удивляйтесь, а смело сбивайте цену. Кстати, из-за того, что машина изначально была не самой дорогой, то и на материалах здесь экономили. Хотя передняя панель щеголяет нахлобучкой из мягкого пластика, но весь остальной салон состоит из дешевого, гулкого и говорящего на неровностях материала. Поэтому тишины Мерседеса в движении ждать не стоит. Другое преимущество тогда, перед тем же фокусом, это был именно дорожный просвет. Фокус машины достаточно низкая, и второй фокус, он изначально для России адаптирован не был. И вот Fusion был как раз тем самым городским хэтчбэком с большим дорожным просветом, который как раз очень нравился людям. Но здесь были еще и другие фишечки. Ребята, если вы до сих пор не знаете, где заказывать запчасти на свой автомобиль, тогда мы идем к вам. Шутка. Yulsan.ru! Вам никуда даже идти не нужно. Просто загружайте мобильную версию Yulsan.ru себе на телефон и смотрите, что вы получаете. Мало того, что вы можете онлайн заказывать запчасти, мало того, что здесь классные и удобные каталоги, плюс огромное количество офисов продаж по всей стране. Добавок, в новой версии мобильного приложения Yulsan.ru появилась возможность продавать автомобили. И, конечно же, свои запчасти. А то, знаете, на всяких известных сайтах, чтобы продать свою запчасть, с вас еще возьмут денег. Так вот здесь это абсолютно бесплатно. Плюс не забываем, что с Yulsan.ru вы можете работать по франшизе. Заходите на сайт, открываете вкладку «Франшиза», и если вы и ваш город подходите под условия, вы сможете зарабатывать с Yulsan.ru. В общем, не знаю, чего вы там ждете. Все ссылочки на Yulsan.ru в описании к этому видео. Первая фишечка, которую я вам хочу показать, это касается салона. Вот смотрите, здесь можно устраивать пикник, потому что спинка вот этого кресла пассажирского превращается вот в такой офигенный, шикарный столик. Кстати, в этих автомобилях четыре подушки безопасности. Если мне не изменяет память, то были они именно на всех версиях, включая базовые. Базовые версии существовали. Они существовали с двигателем только 1.4. Кстати, ставились сюда официально, ну, те, которые здесь у нас в России продавались. Это были версии 1.4 бензин, Duratec и 1.6 бензин тоже Duratec. Но 1.4 был 80 лошадей, а 1.6 был 101 лошадиная сила. И в этом вот тоже такое краежопство какое-то, но это фордовское краежопство. Потому что тот же самый Duratec на фокусе было в ПТС написано 99 лошадиных сил. Понимаете, 99 лошадиных сил. Потому что был адаптирован, ну, типа для российских вот этих вот налоговых льгот, скажем так. А здесь, сука, тот же самый двигатель, но 101 лошадиная сила. Ну вот, ну не обидно ли? И многие, опять же, кстати, из-за этого брали именно версию 1.4. По электрике ждать сюрпризов от машины не стоит. По мелочи, да, но каких-то крупных поломок, за исключением генератора, вряд ли случится. Сюрпризы можно ожидать только от версии с роботизированной трансмиссией. Правда, от таких машин, в принципе, можно ожидать подвоха. На машинах с такой коробкой довольно часто приходится менять сцепление. Могут сдохнуть исполнительные механизмы. Плюс к этому в городской ТЛЧ-е робот неприятен своей дерготнёй, даже когда полностью исправен. Так что такие версии, скажем так, на любителя. Если уж хотите версию с двумя педалями, выбирайте версию 1.6 с классическим четырёхступенчатым автоматом. Такая коробка при правильной эксплуатации может пережить и сам автомобиль. Правда, она не очень любит экстремальные условия эксплуатации и перегревы. Но кто в здравом уме сунется на этом малыше на серьёзный оффроуд? Если мы говорим про версии с механикой, то здесь без сюрпризов. Передачи по-фордовски чётко включаются, передаточные числа подобраны отлично. И в пробках на машине с МКПП будет передвигаться даже удобнее, чем на том же пресловутом роботе. Однако при выборе авто обратите внимание на механизм выбора передач. Если с включением есть проблемы, значит скоро потребуется регулировка. Кстати, есть вопрос к шрусам, которые фьюжену достались от более лёгкой малышки Фиесты. Так что на них тоже стоит обращать внимание. Пойдём покажу багажник. Багажник открывается с кнопочкой из салона, можно открывать кнопочку из ключа. Ну, 2006 год, стойки уже почти умерли. Кстати, они ещё оригинальные, но пока ещё держат. Пока ещё держат. Вот смотрите, да, тоже вот 2006 год. Ребят, машине 13 лет. И в ней всё работает. Конкретно этот автомобиль купили вот за 280 тысяч рублей. За 280 тысяч рублей вы покупаете машину, у которой есть отличная безопасность, есть надёжные двигатели, есть простейшая подвеска. Здесь впереди стоит Макферсон, обычный. Сзади балка, пружины. Всё, ничего нет, ломаться нечему. По поводу запчастей всё стоит относительные копейки. Но вернёмся к багажнику, по поводу нашей практичности. Во-первых, сам по себе багажник чем подкупает? Вы можете не обратить на это внимание, но малая погрузочная высота. Вам не нужно вот на такой вот уровень ставить сумки. Вы просто подошли, вот так, хоп, и всё. Это особенно, кстати, актуально для слабой половины человечества, потому что им это очень нравится. И смотрите, здесь складываются сидения. Сидения складываются, опять же, как? Можно просто сложить вот так вот подушечки. 60 на 40, всё как обычно. А можно сначала вот так поднять подушку. В смысле, извините, спинку мы тогда складывали, да? А можно вот подушечку мы подняли и спинку, и тогда получается... Нет, ровный пол, к сожалению, не получается. Тут вы не ждите ничего такого. Получается вот что. Просто вот здесь вот такой механизмик, ну, просто поменьше ступенька вот эта самая. То есть здесь всё равно можно поселить матрасик, всё равно можно заночевать, переночевать где-то. Вдруг, если вас кто-нибудь выгнал из дому, или вдруг где-то на природе приспичило, разложили, переночевали, и всё у вас хорошо. Двигатели на Fusion тоже не отнесёшь к разряду слабых мест. Хотя с дизельными версиями лучше не связываться, в силу того, что они крайне редкие, и ремонтировать подобные версии вы будете не за 10 копеек. Так что выбирать придётся из двух вариантов. Или 1.4 мощностью 80 лошадок, или такой же двигатель, но уже объёмом 1.6 литра, который развивал неудобный по налогам 101 лошадиную силу. Конечно, с более мощным вариантом Fusion почти ракета, да и именно с вариантом 1.6 шёл традиционный автомат. Так что думать тут нечего. Если есть возможность, берите более мощную версию, потому что двигатели отличаются по сути только объёмом, а их ресурс плюс-минус одинаков. Кстати, эти же двигатели ставились на Ford Focus 2, и даже более тяжёлые Focus отхаживали с ними по полмиллиона километров. Так что за ресурс можно не волноваться, если, конечно, тачку не использовали в качестве такси. Да, и ещё могут плавать обороты на холостом ходу, но здесь может быть виноват грязный дроссель. На самом деле, за счёт того, что здесь вот такая вот вагонная немножечко компоновка, вот такая немножечко посадка автобусная, здесь получается достаточно много места. То есть, вот смотрите, я сейчас сяду сзади, да, вот, видим, да, и сейчас сам за собой попробую сесть вперёд. Сейчас посмотрим. По поводу двигателей, когда эти автомобили, ну вот, видите, два ростных человека, вот сами за собой, пожалуйста, помещаются. Когда эти автомобили только появились в продаже, бытовало мнение, и вот эти вот Focus пошли 1.4, 1.6, что эти двигатели не ремонтируются. И нам, нас клятвенно заверяли, что эти самые дюратеки не ремонтируются, что они не ремонтопригодны и так далее, и так далее. Но прошло время, и, конечно же, научились их делать народные умельцы. Поэтому пусть вас не пугает, здесь можно сделать капиталку, и если кто-то вам говорит, что дюратеки одноразовые, не верьте. Просто вы, видимо, не повстречали хорошего специалиста. Сейчас, значит, откроем капот и посмотрим, что там за дюратек такой стоит. Поскольку машинка бюджетная, то здесь никаких газовых упоров не ждите. Здесь вот, все механически, все кондово, но, опять же, и меньше деталей, которые могут сломаться. Ну, здесь все, ну, просто предельно просто. Ребят, по факту, по факту, это девятка. Эта девятка просто она современная, хорошо собранная, из качественных запчастей, продуманная, безопасная и просто удобная. Единственное, что, да, узковата, мелковата машина. По сравнению с тем же фокусом, опять же, опять же, в то время, когда они продавались, фокус, естественно, был подороже. Но если мы сравниваем, допустим, какую-то богатую комплектацию Elegance Ford Fusion, то за эти деньги вполне можно было купить, ну, такой уже неплохой, небазовый Ford Focus. Но Fusion подкупал именно простотой. Не было многорычажки сзади, вот никакой головной боли. Не было вот, ну, знаете, всех этих там электронных приблуд, которые были на Ford, которые были подороже. То есть здесь всё предельно просто. В плане безопасности, кстати, не помню, говорил или нет, тоже машина хорошая. Опять же, традиционно затронем тему безопасности. Удивительно, но городской малыш Fusion заработал на краш-тесте твёрдые четыре звезды из пяти. Так что умельцам из Ford удалось достичь хорошей безопасности даже для таких габаритов. Смотрите сами, при фронтальном ударе Ford запрограммированно сминается до салона, а дальше деформация уже не идёт. Так что водителю и пассажиру ничего не угрожает. При вот таком городском ударе пассажир вообще отделается испугом, а у водителя могут быть большие нагрузки от сработавшего ремня безопасности. При боковом ударе тоже всё на отметку хорошо. Так что даже за небольшие деньги можно приобрести относительно безопасный городской хэтчбэк. Здесь, кстати, есть электронное складывание зеркал. Вот так нажимаем, сложили, нажимаем, разложили. То есть даже такие штучки здесь были. Здесь, кстати, в базе стояло уже АБС с электронным распределением тормозных усилий. И как опцию можно было заказать систему стабилизации. Но вы знаете, есть один момент, который мне всегда хотелось рассказать, но почему-то я как-то не было всё времени. Дело в том, что каждый из нас, когда выбирает себе машину с пробегом, обращает внимание, приводит с собой специалист или берёт в руки вот этот прибор. Не тот прибор, о котором вы подумали, а тот, который меряет толщину лококрасочного покрытия. Начинает измерять, начинает тыкаться, начинает смотреть и потом высказывает владельцу, что «Ох, обманул ты меня, человечешка! Покрасил ты здесь деталюшку!» На самом деле всё стояло немножечко не так. Так, машины тогда на автовозах перевозились ну то ли какими-то водителями неумелыми, то ли, ну не знаю, в общем, то ли камней на дорогах было очень много. И фьюжены, а автовозы с фьюженами шли постоянно. И в Ford Fusion, ну, к сожалению, приходили они, эти автомобили, довольно часто с повреждениями. Поскольку вы все, наверное, видели автовозы, то есть это такая хрень, на которую загружают машины, и, соответственно, они там стоят вторым этажом. И вот была очень часто такая ситуация, когда стоит Ford Fusion, на втором этаже ещё один, и вот эта вот платформочка, она как-то низковата, и вот этот вот автомобиль прыгает на неровностях, и он на неровностях достаёт до этой платформы, и в итоге машина приезжает, что? А у неё потертости на крыше. И, естественно, что делалось? Красилась машина. Ну, не полностью, естественно, красились какие-то отдельные элементы. Приходили машины со сколами на крыльях, с разбитыми задними окнами, особенно если машина стоит последней на автовозе, и, соответственно, там вот это вот завихрение воздуха, если там камушек, и камушки вот эти вот, они разбивали задние стёкла, и это тоже случалось, это тоже происходило, и это, к сожалению, тоже имело место быть. Тут менялись стёкла, красились двери, красились крышки багажника, красились капоты, потому что на них сколов было ещё больше. И, увы и ах, увы и ах. И на моей памяти был даже случай, когда нам привезли Fusion, это был один из последних уже автомобилей, которые вообще продавались, и мы его уже даже продали, и потом уже выяснилось, что, видимо, с этой машиной что-то случилось в дороге, и, видимо, водители автовоза, чтобы не платить эти штрафы, кому-то заехал, куда-то заехал, вы представляете, сделали, покрасили капот, покрасили бампер, покрасили крыло, и всё это покрасилось, покрасилось, что оно было так кустарно, так просто вот, то есть, всё это я рассказываю к чему, ребят, к тому, что, к сожалению, даже новые машины, они были иногда с какими-то крашенными элементами, естественно, это не было так, что каждая вторая машина, это, ну, может быть, каждая там, каждая тридцатая, сороковая, пятидесятая, но всё равно такое вот имело место быть, и всё-таки будьте внимательны, когда подбираете эти автомобили, они, ребят, оцинкованы, то есть, одно из преимуществ тоже, основных таких вот Ford Fusion, это было то, что машины были оцинкованы, и найти гнилой автомобиль, это значит найти автомобиль, который был перевёрнут, не знаю, там, распилен, сварен, там, и так далее, то есть, вот если сейчас залезть, там, посмотреть днище, да, то есть машина будет, машина будет ровненькая, машина будет хорошая, машина будет без ржавчины, пороги, двери, нигде вы ржавчины не найдёте, машина имела очень хорошую антикоррозионную защиту, и это, ну, в принципе, подтверждается, то есть, вот смотрите, 13 лет автомобилю, у него нигде очагов коррозии нет, ну, вот, если прямо уж совсем придраться, да, вот есть скольчик на двери, вот, сильный-сильный, и там что-то, что-то, еле-еле виднеется, всё, больше здесь ничего нет, вот, следы от резинки, но тоже ничего нет, вот, можно посмотреть, низы дверей, тоже, всё абсолютно целое, как на новом автомобиле, по подвеске, несмотря на её простоту, поговорить есть о чём, например, задние стойки могут сдаться уже через 50 тысяч километров, передние могут попросить замены к 100 тысячам, в остальном, можно сказать, что подвеска неубиваема, колодки в задних барабанах приходится менять раз в 30 тысяч километров, а ещё, обратите внимание на рулевую рейку и гур, они могут иметь возрастные течи, исправление которых может лечь именно на ваши плечи, так что имейте в виду, фьюжен хоть и просто по конструкции, но своих особенностей здесь всё же хватает. Была ещё одна такая мулечка, она мне тоже очень нравится, и тоже она относится к сиденью пассажира, ну, прям радует меня этот автомобиль, вот этими своими мелочами, вот немцы всё-таки они молодцы, вот так вот берём, поднимаем, и здесь вот у нас вот такое вот корыца, вот такое классное, обалденное корыца, где вы можете хранить, ну, не знаю, что-то запрещённое, например, набор гаечных ключей, собственно, опять же, возвращаясь к конструкции автомобиля, передние тормозные диски, ну, соответственно, диски, сзади у нас стоят барабанные механизмы, то есть, ну, всё такое, опять же, всё было сделано такое, знаете, вот простое, проверенное, надёжное, и вот сам автомобиль весь, вот весь, вот он вот на самом деле такой сплав, прям вот Ford Fusion на самом деле, надёжный, удобный, немножечко, конечно, он узковат, но опять же, для тех, кто переселся на наших отечественных автомобилей, эта машина покажется прям вот образцом роскоши, и никто там не заметит, что она машина эта узкая. И ещё момент, это был тоже такой случай из жизни, когда я только начал продавать автомобили Ford в автосалоне, и тогда приехал, я помню, ну, мужчина с женщиной, они приехали тогда на Audi 100, ну, годы там, 91-92, бочка, и они говорят, ну, вот наша-то красотка всё своё отслужила, то есть, это был 2007 год, тогда ещё этой Audi было 15 лет, да, то есть, она была вот чуть-чуть постарше, чем этот Fusion сейчас, и они сказали, что вот, наш немец всё, наш немец всё, мы вот хотим взять другого, и тоже, чтобы был немец. И я ещё тогда подумал, ну, надо же, вот, ну, неужели, как же так, вот с Audi 100 пересесть на Ford Fusion, ну, они уехали счастливые и довольные, потому что тогда они купили именно вот надёжность, я думаю, они до сих пор на ней ездят, и всё у них прекрасно. Так вот, ирония в том, что владелец этого автомобиля тоже пересел со старой сотки, но только на тот момент этой соточке уже было, ребят, не 15 лет, а намного-намного больше. И, я думаю, очень много людей пересаживаются именно с таких автомобилей, со старых, со старых немцев, с Apelay, с Audi, с Mercedes, вот на такие городские хэтчбэки, и вот прям вот счастливы, прям вот счастливы, потому что здесь, по факту, и хотелось бы до чего-то докопаться, да, не до чего. Да, и, кстати, если будете обращать внимание на кузовные зазоры, то знайте, что они здесь неровные с самого начала, и вот такие зазоры здесь было в порядке вещей. В общем, единственное, что я вам хочу пожелать при покупке бэушного Ford Fusion, Ford Fusion с пробегом, наверное, не покупать автомобили, которые шли до рестайлинга. Они были такими страшными, такими убогими, и салон был такой вообще дебильный, ну, просто кошмар. Хотя от этого, конечно, машины хуже не становились, и менее надежными, я думаю, тоже. Все те же самые узлы и агрегаты там стояли, те же самые двигатели. Были еще дизельные версии, и тоже, в общем-то, народ их хвалит, но их время, я думаю, уже давным-давно прошло. Топливная аппаратура, ну, к сожалению, она тоже имеет свойство изнашиваться. В общем, вот так. Пишите в комментариях по поводу Ford Fusion и вообще Ford. Если у вас есть опыт эксплуатации, тоже пишите в комментариях. Подписывайтесь на Инстаграм, там всегда все самое актуальное, интересное. Ссылочка будет в описании к этому видео. Спасибо Александру за предоставленный автомобиль. Всем удачи и пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok